Музыка Всем привет! Сегодня я решила приготовить хворост. Хворост у меня будет необычный, а цветной. Поехали! Приготовим тесто для хвороста. В мисочку отправляю 3 целых яйца и 2 желтка. Добавляю к яйцам щепотку соли, сахар и уксус. Перемешаю все это венчиком. Добавляю муку, просеивая через сито. Перемешаю. Далее замешиваю тесто руками. Стол припыляю мукой и достаю тесто на стол. Продолжаю вымешивать тесто на столе. Тесто липкое. Нужно хорошенько вымешивать тесто, чтобы оно стало однородным и гладким. Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Поехали. Тесто стало очень нежным и мягким. Накрываю тесто полиэтиленом и оставляю отдохнуть до 30 минут. Прошло полчаса. Тесто достоит полиэтилена, формирую из него колбасу. Делю на 5 частей. Каждую часть крашу пищевой краской в разные цвета. Оставляю цветные колобочки на полотенечке. Накрываю вторым полотенечком, чтобы оно не заветрилось. Раскатываю тесто в тонкий пласт. Музыка. Музыка. При помощи линейки измеряю и вырезаю фигурным ножом ленточки шириной 5 сантиметров. Музыка. 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 На китайскую палочку наматываю ленточку теста и накручиваю вот таким образом, придерживая хвостик теста деревянной лопаточкой. Наливаю в сотейник растительное масло без запаха, нагреваю на среднем огне. Обжариваю хворост на среднем огне. Палочку нужно интенсивно крутить. В сетечке перемешаю сахарную пудру и пакетик ванилина. Обсыпаю хворост. Субтитры делал DimaTorzok Вот и готов мой хворост. Посмотрите, какой красивый и цветной он получился. Также из обрезков теста я сделала вот такие красивые цветочки. Все это выглядит очень необычно и красиво. И украшает любой праздничный стол. Друзья, хворост у меня получился очень ароматным и хрустящим. Посмотрите, как он ломается. Видите, как хрустит? Готовьте с удовольствием. До следующих видео. Пока-пока!